Всем привет! В этом ролике я расскажу про уроженку города Ульяновска, самую молодую шахматистку Валерию Клеймёнову. Так же как и Дарья Чарочкина и Анастасия Боднорук, она вышла в этот суперфинал, который будет проходить в отеле Витгов, из турнира «Челябинский вариант». Заняв в нем третье место. Можно Валерию поздравить, она является не только трехкратной чемпионкой России среди девушек в разных возрастах, в том числе до 15 лет в этом году. Она буквально на днях стала чемпионкой Европы в Турции. И шахматистка очень интересная. А для примера я выбрал следующую партию, которая показывает, что шахматистка тоже очень инициативная. После небезошибочной борьбы возникла сложнейшая позиция. У черных нет качества, но за него есть пешка. Плюс пешка С6, пешка Е4 и пешка Б2 выглядят достаточно слабыми. И Валерия здесь не тушуется перед именитой противницей, а рвет вперед. После хода Е5 черным дорог хороший совет. Пешка С6 стала проходной, которую надежно защищает слон белых. Вскрывать линию Е после ферзь бьет Е5 выглядит очень опасным, потому что белая ладья будет готова проникнуть на Е8. И пешка С6 уже будет в этом случае в полушаде от превращения. А после ФЕ вскрытие линии Ф6 оказалось ничуть не менее опасным. Грозит ладья Ф7 с выигрышем ферзя. Валерия, черные попытались активизироваться, но простой размен ферзей приводит к тому, что у белых висит слон на Д5, подвисает ладья на Ф7. И вроде бы ладья на Ф7 некуда сходить, съедя от слона на Д5. Однако Валерия, видя, что слон Х3 вынужден охранять поле С8, находит такой очень сильный ход ладья Ф1. Брать ладью нельзя, потому что после слон бьет Ф1, ладья бьет Ф1, шаг, ладья бьет Д5, С7, белая пешка становится ферзьем. И понятно, что черные не стали так играть. Сразу взяли на Д5. Ну и в этом случае пешку С7 не удержать. Ну и с лишней ладьей Валерия была достаточно убедительна и уверенно победила в этой партии. Вот еще раз. Давайте на весь экран ее покажу. Думаю, что от самой юной шахматистки этого турнира стоит ожидать сюрприза. Следующий ролик будет достаточно скоро. С вами был международный гроссмейстер Роман Ивичкин. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.